Небеса стали полем битвы. Люди и машины сошлись в смертельной схватке. В одну секунду пилот-охотник в другую жертва. Он следует инстинктам, только они определяют, будет он жить или погибнет. От первых бипланов до современных истребителей, от пулемётов до ракет. Искусство компьютерной анимации позволит вам стать свидетелями величайших событий истории. Увидеть сражение, оценить тактику, воссоздать реалии воздушного боя. Бой. Величайшие воздушные битвы. 2 октября 1952 года. В небе над Северной Кореей Фредерик Блэсс по прозвищу Бутс сбил несколько лигов, но его топливные баки были почти пусты. У меня было три варианта. Я мог полететь прямо на базу. Если бы не долетел, если бы сменился ветер, то можно было бы попасть на Пиньяндо. Пиньяндо – это остров, на котором стояла радарная установка американцев. Там почти полтора километра песчаного пляжа. Для вынужденной посадки годится. Но это очень рискованно. Проблема в том, что этот пляж с обеих сторон ограничен скалами высотой 15 метров. Но по сравнению с приводнением, кишащую акулами бухту, или с падением с высоты в полтора километра, это еще цветочки. Блэс все еще надеялся, что доберется до своей базы в Кемпо. Он выключил двигатель, чтобы сохранить топливо, и планировал на скорости в 330 километров в час, то есть на максимально допустимой для Сейбера скорости планирования. Но затем поднялся встречный ветер, и Сейбер стал терять высоту. Блэс понял, что не сможет дотянуть ни до Кемпо, ни до Пиньяндо. Ему оставалось только прыгать в море, кишащее акулами. Блэс запустил двигатель, сжигая последние капли горючего. Он поднялся на высоту 4000 метров и направился к побережью. Скоро двигатель совсем заглох, потому что кончилось топливо. И тут стали стрелять северокорейские зенитки. Я летел к побережью, когда вдруг увидел вспышку. Корейцы вели огонь из 57-мм зенитки. Без горючего Блэс не мог уйти из-под обстрела. Разрывы снарядов были совсем близко. Воздушная волна швыряла самолет из стороны в сторону. Но он все-таки упорно рвался к морю и, наконец, достиг побережья на высоте всего 1000 метров. По рации с ним связывались пилоты из его эскадрильи и подбадривали его. Прямо сердце щемит, когда об этом вспоминаю. Столько было переживаний. Я помню, что когда я поговорил с последним из них, и тот дал отбой, то я еще секунд 8-10 не мог прийти в себя. Все думал, какие у нас парни. Катапультирование из истребителя очень рискованно. Внезапная перегрузка может сломать позвоночник. Невозможно управлять руками и ногами. Можно разбить их о переплет фонаря или повредить при отделении кресла. Когда открывается парашют, то тело опять дергается. Это чревато новыми травмами. Блэс катапультировался, и его вместе с креслом выбросило из кабины. К счастью, парашют раскрылся, и он благополучно приводнился. Не прошло и 10 минут, как прибыл гидросамолет. Несмотря на интенсивный обстрел, им удалось спастись. На следующий день Бутс давал пресс-конференцию в Японии. Он вернулся домой, сбив 10 самолетов и став одним из лучших асов Америки. К концу войны ВВС потеряли 78 сейбров, но было сбито 793 мигов. Потери были 10 к 1. Превосходство в воздухе позволяло оказывать помощь наземным войскам, доставляемым через море в больших количествах. Мы победили, потому что у нас были очень опытные пилоты-истребители и хорошие самолеты. А наши инженеры очень быстро создали машины, которые ничем не уступали МИГам. А кроме того, мы много-много часов тренировались в США и мотали все на уз, потому что знали, нам это когда-нибудь понадобится. В 1955 году, после войны, Блесс вспомнил тяжелые уроки Корейской войны и написал книгу «Нет выдержки, нет славы». Это библия для летчиков-истребителей. «Дикта Бельки» — это краткое описание правил полета для истребителей. «А нет выдержки, нет славы» — это подробная инструкция с примерами и анализом тактики, учебник для тех, кто хочет победить. «Нет выдержки, нет славы» — это отличная концепция, которая многим помогает лучше на сегодняшний день. Там представлены основные защитные маневры, они применимы и в настоящее время. Хотя «Сейбер», который развивает скорость в 900 км в час, на 200 км в час быстрее, чем Пи-51 «Мустанг», у них есть кое-что общее. Обе машины вооружены пулеметами, а значит, бой надо вести на малых дистанциях. Но ВМФ США, обеспокоенные тем, что советские бомбардировщики угрожают американским авианосцам, требовали разработки более дальнобойного вооружения. В середине 50-х управляемая ракета «Сайдвайндер» изменила тактику воздушного боя навсегда. К началу Вьетнамской войны «Сайдвайндер» мог за секунду развить скорость в 2,5 маха, то есть летел в три раза быстрее истребителя. Она была оснащена инфракрасной головкой самонаведения, способной увидеть сопло противника с 3 км. Потом появились и дальнобойные ракеты, такие как «Сперл». С появлением ракетного вооружения дальнего радиосодействия эксперты опять стали предрекать конец эры воздушных боев. Почему эти эксперты думают, что воздушные бои уходят в прошлое? Это же такие эмоции. Такие воспоминания. Кому нужны эти эксперты? Люди, которые никогда не пытались сделать невозможное, не старались показать, на что они способны, которые никогда не были в бою и живут только по инструкциям. Непонятно, ради чего живут. В конце 50-х и в 60-х годах пилотов почти перестали учить маневренному бою. Новый перехватчик ВМФ F-4 «Фантом» был создан для борьбы с советскими бомбардировщиками на дальнем расстоянии. Помню, нам говорили, что воздушных битв больше не будет. Дескать, теперь нужно просто пускать ракеты по советским бомбардировщикам с больших расстояний. Так зачем нужны пушки? Рэндалл Каннингем, конгрессмен. ВМФ решила больше не ставить пушки на самолетах и ошибся. Некоторые пилоты, такие как Робин Олдс, АС и Второй мировой, командовавшие во Вьетнамской войне, продолжали обучать своих подчиненных. Меня вызвали к моему командиру, генералу с двумя звездами в Пентагон. И он мягко пожурил меня. Робин, мне не нравится, что вы не видите, что условия изменились. Напоминаю вам, полковник, что мы больше никогда не вернемся к маневренному воздушному бою. Я смотрел на него и думал, генерал, вы что, все проспали в 45-м году и не видите, что творится? Американская вера в новые технологии столкнулась с суровой действительностью. В самом начале Вьетнамской войны американские специалисты не допускали даже возможности возвращения к прежнему способу ведения войны. Был человек по имени капитан Фрэнк Полт, который написал рапорт в ответ на вопрос адмиралов, почему мы сбиваем так много ракет и ни одного самолета. Что происходит? В 1969 году в рапорте Олта было изложено 242 рекомендации. Но на самом деле все сводилось к одному. Он заявил, что проблема в том, что пилоты не умеют сражаться. Они никогда не сходились ни с кем в бою, потому что считается, что при современных технологиях в этом нет необходимости. В 1969 году была основана школа пилотов-истребителей ВМФ ТОПГАН. В ней учили сражаться. Здесь пилоты проходили интенсивную подготовку. Их учили вести манёвренный бой и использовать все виды вооружения. Четырёхнедельный курс включал симуляцию боевых условий. Качественная тренировка в школе помогла Рэндаллу Каннингему и Вилли Дрискалу занять своё место в истории и в небе над Вьетнамом. Каннингем пошёл на службу в морскую авиацию в 1967-м. Он очень любил фильмы Джона Вейна и был человеком довольно агрессивным, благодаря чему получил прозвище Дюк. Я был рядом с Дюком Каннингемом на протяжении всего боевого похода, круглые сутки, семь дней в неделю. Он порой даже пропускал обед ради того, чтобы почитать книжку. От этого зависело его мастерство. В 1972 году Дюк Каннингем стал пилотом на новейшем истребителе ВМФ США F-4 «Фантом». «Фантом» требовал двух членов экипажа, пилота и оператора радиолокатора. На военном сленге того называли «Рио». Рио Каннингема был лейтенант Вилли Дрискал. Создатели этой системы хотели немного разгрузить пилота, чтобы ему не приходилось следить за таким количеством приборов и экранов. Были созданы электронные датчики высоты, скорости и угла атаки, а оператор сообщал пилоту по интеркому о показаниях радара. Каннингем и Дрискал тренировались вместе. Из них получилась отличная команда. Мы знали сильные и слабые стороны друг друга, стали практически как братья. Постоянно тренировались бок о бок. Такая подготовка была очень ценной. В тот день, 1972 года, группа «Фантомов» вступила в небе Северного Вьетнама в жестокую схватку с превосходящими по численности советскими истребителями, в том числе со знаменитым МиГ-17. Этот прямой наследник МиГ-15 был маневренным и сильным соперником. Хоть скорость его и была меньше, чем у «Фантома», но он был куда маневреннее. МиГ — небольшая машина. Заметить ее было не так-то легко. Размер был не единственным его преимуществом. «Ф4» — большой, тяжелый, оставляющий позади и длинный инверсионный свет, легко заметный и визуально, и на экране радара. Преимущество у того, кто первым заметит врага. Получить эффект неожиданности — это самый древний прием в любом бою. Максимальная скорость «Фантома» F-4 — 2390 км в час, и он, в отличие от МиГа, сверхзвуковой. Он нес две ракеты «Сперл» и четыре «Сайдвайндера» с тепловыми головками самонаведения. F-4 мог атаковать противника с 40 км. МиГ был намного маневреннее «Фантома». Но тот был быстрее и куда быстрее набирал высоту. У МиГа было превосходство вооружения. Помимо ракет, у него была пушка, которой не было у «Фантома». 10 мая 1972 года Рэнди Каннингем ввел свой «Фантом F-4» по прозвищу «Шоу Тайм-100» в небе Северного Вьетнама. Сейчас мы посмотрим из его кабины на одну из самых опасных схваток истребителей. 10 мая 1972 года. Рэнди Каннингем и Вилли Дрискл совершали 35-й боевой вылет. Цель – железнодорожная станция «Хайдон». Я помню, был прекрасный день. Легкие облака, разбросанные по небу. Я забрался в кабину истребителя, посмотрел, как нас много, и понял, что мы настоящая сила. Однако я уже потерял нескольких друзей, так что знал, что война – это не игрушки. Фантом Каннингема нес бомбы для удара по наземным объектам. У вьетнамцев был в этом регионе довольно большой контингент. МИГи поднимались с пяти авиабаз. Наземные объекты были защищены и зенитно-ракетными комплексами. После бомбового удара по вражеским складам Каннингем и Дрискл стали прикрывать штурмовик А-7 «Корсар», бомбардировщик ВМФ. Ведомым Каннингемом был Брайан Грант. Я сказал Вилли, смотри, как мы с целью расправились. Сбросили вторую бомбу, и почти ничего не осталось. Но в это время Брайан Грант сказал, «Дюк, МИГ-17 на 7 часах». Два МИГа-17 спикировали на два «Фантома». Мимо американских самолетов проносились трассеры. МИГи неслись стремительно. Каннингем понял, что они идут на предельной скорости. Но у них, в отличие от «Фантомов», не было гидроусилителей органов управления, так что пилотам было нелегко на максимальной скорости. Я посмотрел на МИГ и сказал себе, «Ничего не выйдет». Развернулся прямо на него, и тот не успел сбросить скорость и пронесся мимо меня. Но второй МИГ, в 500 метрах позади, заходил на «Фантом» снизу. Брайан Грант и его Рио, Джерри Сальван, передали Каннингему, что займутся вторым МИГом. Так что Дюк смог сосредоточиться на том МИГе, который стрелял в него. Я зашел на него и повис у него на хвосте, слегка сбросил скорость и нажал на гашетку. Ракета попала прямо ему в сопло и взорвалась. Это была третья победа Каннингема и Дрискала на этой войне. Но МИГ, который летел ниже Каннингема, был еще цел. Каннингем резко увеличил скорость и оторвался от МИГа. Избежав опасности, Каннингем и Дрискал решили сбить еще одного врага. Их самолет задрал нос, пошел вверх, перевернулся, сделав имельман, маневр, названный в честь немецкого аса, и снова ринулся в бой. Чуть ниже они увидели два Фантома. Они попали в беду. Их втянули в бой на виражах восемь МИГов. МИГи летали по кругу. МИГ-17, МИГ-17, всего восемь штук. Тактика, которую они использовали, подразумевала, что Фантомам приходилось летать по кругу, повторяя движения противника. Можно было ворваться в этот круг, пролететь сквозь него и расстрелять их, и уйти в сторону, не сбавляя скорости. Но мы боялись попасть в Фантомы. Когда Каннингем подошел к этой круговерте, мимо него пронесся один из Фантомов, так близко, что они чуть не столкнулись. В кабине этого самолета был Дуайт Тим, офицер Каннингема, и Рио Тима Джим Фокс. Тим здесь. На пяти часах за ним два Мига, которые он видит. Но он не видит Миг справа сзади, а тот готовится к атаке. Каннингем врывается в карусель, вызывая F4 Дуайта. Уходи прочь! Фантом Тима и атакующий Миг были слишком близко, так что ракета не могла захватить цель. Если бы Каннингем пустил ракету, то попал бы в Тима. Каннингем опять потребовал, чтобы Тим ушел вправо. Он прямо орал на него, говорил, что справа F4 нет. Тим, который сосредоточился на Мигах позади него, резко набрал скорость. Он взял вправо. Миг пытался пойти за ним, но скорость его была слишком высока, и он проскочил мимо. Некоторые американские пилоты, насмотревшись телешоу «Гомер Пайл», стали называть вражеских пилотов «Гомерами». Мы знали, что у вражеского самолета нет гидроусилителей управления. «Гомер» рано или поздно наберет большую скорость, возникнет перегрузка, и самолет клюнет носом. И, наконец, Каннингем сумел пустить ракету по Мигу. Так Каннингем и Дрискал сбили четвертый самолет. Затем, четыре двадцать первых Мига, наблюдавшие за боем с высоты, решили вмешаться и отомстить. Миг двадцать один быстрый, маневренный и опасный враг. Надо быть дураком, чтобы связаться с Мигом двадцать один. Это очень хорошая машина. У нее потолок больше. Она быстрее набирает скорость, мощнее и лучше вооружена. Если у нас нет преимущества, валите отсюда. Потом вернетесь и разберетесь с ними. Осторожнее. Каннингем решил, что пора уходить. Он круто повернул и полетел в противоположном от Мига направлении, а затем выровнял самолет и ушел. Около побережья, на высоте трех тысяч метров, он увидел летящий прямо на него МиГ-17. Я сказал, Вилли, вот еще МиГ на двенадцати часах. Попробуй замкнуть на него ракеты. Его локализовать. Но у Вилли не получилось. Тогда я решил, что нужно уходить от него. Так что я на полной скорости повернул направо, стремясь уйти от МиГа. Каннингем чуть не совершил роковую ошибку. Он начал стрелять. Мы совсем забыли, что у него есть пушка. Я сделал переворот и пошел вертикально вверх, ожидая, что МиГ уйдет прочь, к Ханою. Все МиГи, которые нам встречались, уходили, когда мы поднимались вверх, потому что у нас преимущество в высоте. Каннингем и Дрискелл оглянулись, ожидая увидеть уходящий прочь МиГ. Но вместо того, чтобы уйти, он тоже сделал переворот и погнался за мной. Он был уже примерно в ста метрах от меня. Так близко, что я видел очки пилота. Шарф у него на шее. Надо было что-то делать с этим МиГом. Каннингем включил форсаж и продолжал подниматься вверх. Это была вторая его ошибка за минуту. Он допустил, чтобы враг оказался позади него, и тот открыл огонь. Это была большая ошибка. Я только успевал уклоняться от трассеров, а он все приближался, и я говорил себе, спокойно, Дюк. Каннингем сделал петлю, уходя от смертоносного огня. Но МиГ повторял все его маневры. Он тоже сделал петлю и теперь оказался ниже нас. Выдержав тяжелый бой, Каннингем и Дрискел снова оказались на волоске от гибели. 10 мая 1972 года. Рэнди Каннингем по прозвищу Дюк и Вилли Дрискел по прозвищу Ирландец сбили два МиГа на севере Вьетнама. Но теперь они оказались под огнем. Они использовали все свои умения и навыки, но МиГ-17, преследовавший их, легко повторял все их маневры. Каннингем и Дрискел не знали, как стряхнуть его с хвоста. Нельзя сказать, что пилоту МиГа повезло. Большинство вьетнамских пилотов редко решалось на бой на вертикалях. Они предпочитали драться на горизонталях или выходили из боя. Этот пилот был другой. У него были опыт, знания и инстинкт война. Я оглянулся и посмотрел прямо ему в глаза. У него был взгляд, как у кобры, подготовившийся к броску. Прямо холодок прошел по спине. Это чувство не сравнить ни с каким другим. страх, ненависть, злоба, любовь. Все это вместе, умноженное в тысячу раз. Но нас учили, что человек, поддавшийся панике, обречен. Поэтому мне удалось взять себя в руки. Каннингем и Дрискел решили перехитрить врага. Фантом опустил нос, сбрасывая скорость. Миг попался на крючок и сделал то же самое. Каннингем резко набрал высоту, оказавшись выше Мига, позади него. Этот маневр называется подъемом с переворотом. Тогда Миг применил тот же прием и пошел на перерез фантому. Я пролетел мимо и снова прибавил газу. Что ж, этот маневр он делать умеет. Оба самолета стремились оказаться каждый позади своего противника. Они поднимались выше, переворачивались и шли вниз. Каждый из них стремился занять выгодное для атаки положение. Мы заметили, что этот пилот очень хорошо пилотирует свою машину, а также очень хорошо стреляет. Он заметно отличался от остальных пилотов Мига, с которыми нам доводилось сталкиваться. Когда два истребителя маневрировали и стреляли, они теряли скорость. Этот бой шел сразу в трех измерениях. Мы совершили два или три подъема с переворотом, и мы рисковали потерять скорость и попасть в сваливание. В этом случае скорость у него будет больше, и он нас собьет. На малой скорости крошечный Миг превосходил американский истребитель, так что победа осталась бы за ним. Я не хотел играть в его игру. Я не хотел больше с ним драться, по его правилам. Я заставил его уйти на вертикаль, а значит, он умеет выполнять и другие фигуры высшего пилотажа. Когда заманиваешь кого-то в ловушку, надо помнить, что он может сделать то же самое. Каннингем знал, что пора уходить прочь. Он включил форсаж и, впрыснув побольше топлива в форсажную камеру, сразу разогнался. И на скорости тысячи километров в час ушел на три километра от Мига, выйдя из боя. Каннингем и Дрискл всего за секунду оказались вдали от Мига. Каннингем качал самолеты стороны в сторону, чтобы Мигу труднее было прицелиться. Затем Каннингем снова пошел вверх. Миг сделал то же самое, и снова начался бой на вертикалях. Он заставил меня уйти вверх и снова сделать переворот. Значит, это был очень опытный пилот. Во время этого маневра Каннингем терял скорость и снова рисковал подставиться под пушки Мига. Он был в ярости. Миг два раза доказал ему, что он превосходит его. Во второй раз Каннингем включил форсаж, оторвался от Мига на три километра и снова пошел в атаку. Он задрал нос на 60 градусов и начал набирать высоту. И снова Миг последовал за ним. Каннингем пытался вспомнить, чему его учили в школе Топган. Он внезапно выпустил закрылки и его фантом стал сбрасывать скорость. Каннингем знал, пилот Мига ждет, что он снова попытается пропустить его вперед и оказаться сзади на шести часах. Для Каннингема потеря скорости была опасна. Двигатель легко мог заглохнуть и тогда бы он потерял управление самолетом и Миг бы этим сразу воспользовался. Нас учили, что всегда нужно брать упреждения при стрельбе. Самолет успеет преодолеть это расстояние, когда долетит снаряд. Именно этим сейчас и воспользовался Дюк. Сработало. Миг выстрелил, взяв упреждение чуть выше и вперед. Это как будто не поставить машину на ручник на горке и она сразу скатится вниз. Так примерно и произошло. Наконец-то Каннингем и Дрискл оказались в более выгодной позиции. Если бы у Каннингема была пушка, он мог бы запросто свалить Миг, но у него были только ракеты, а с такого расстояния их пускать нельзя. Но я совершил еще одну ошибку. Я ожидал, что он проскочит дальше по инерции, но он внезапно сбросил скорость. И в итоге я оказался в двухстах, двухстах пятидесяти метрах от него. Я не мог произвести пуск. Пилот Мига знал, что попал в неприятную ситуацию и, сделав переворот, попытался уйти от Каннингема и Дрисклла. На самой верхней точке переворота он слегка сбросил скорость и перешел в пике. Он перевернулся и оказался лицом Каннингему и Дрискллу, но выше их. Миг помчался к земле. Он разрывал дистанцию, но надеялся, что тепло, исходящее от земли, помешает головке самонаведения ракеты захватить его самолет. Он попытался уйти, так что, когда он удалился примерно на 600 метров, я взял немного левее и пустил ракету. Это была пятая победа Каннингема и Дрисклла. Позже они узнали, что этим великолепным пилотом был легендарный АС, полковник. Есть две версии, что это советский пилот по прозвищу Могила и что это вьетнамец, которого звали Тун. Но праздновать было рано. Каннингему и Дрискллу еще нужно было добраться до дома. Они увидели новые Миги, повернули в другую сторону и направились к побережью. Когда я совершал поворот, то увидел, как к нам приближается ракета СА-2. Она была размером с телеграфный столб. СА-2 развивает скорость в 3,5 маха, примерно 4000 км в час. Эта ракета может достать истребитель с расстояния в 20 км. Когда первый раз видишь летящую в тебя ракету, когда попадаешь под зенитный огонь, это очень напряженный момент. Несмотря на всю подготовку, никогда не знаешь, как себя поведешь, когда по-настоящему попадешь под обстрел. Так что, когда я увидел, как летит ракета, то подумал, что она в нас не попадет. А потом мне стало казаться, что она влетит прямо в кабину. Когда ракета взорвалась совсем рядом, было такое ощущение, что нас отшвырнет воздушной волной за тысячу километров. Но самолет немножко тряхнул, и все. Примерно секунд через 15 Дюк сказал, «Вилли, у нас, кажется, вышло из строя гидравлика». А потом мы посмотрели налево и увидели, что за нами тянется черный хвост. Наш самолет горел. Самолет получил серьезные повреждения слева. Вышла из строя гидравлическая система. Дюк сказал, «Вилли, главная гидросистема сдохла, резервная накроется». Этого больше всего боятся пилоты. Самолет внезапно перевернулся вверх тормашками. Мы потеряли управление. Помню, это был единственный раз, когда я молился. Я просил Господи, не допусти, чтобы я попал в плен. Я не хочу умирать. Дай мне отсюда выбраться живым. Когда вышла из строя гидравлическая система, самолет Каннингема перевернулся, но нос был задран вверх, так что спикировать он не мог. Он пытался справиться с управлением. Они кубыркнулись примерно 12 раз, спустившись 7 тысяч метров на 2, но быстро приближались к морю. Катапультироваться над землей значило попасть в плен. С каждой секундой они были все ближе к побережью и к спасению. Они не стали катапультироваться и когда сработала пожарная сигнализация. Бывают ситуации, когда нужно собраться, взять себя в руки и запретить себе паниковать и действовать на инстинктах. Фантом резко пошел вниз. Каннингем и Дрискел были над вражеской территорией. Самолет горел и они быстро падали. 10 мая 1972 года хорошо началось для Рэнди Каннингема по прозвищу Дюк и Вилли Дрискела по кличке Ирландец. Они подбили три Мига. Но кажется, это было слишком много. Их самолет получил серьезные повреждения от ракеты и они падали на землю северного Вьетнама. Теперь за нами тянулся 10-метровый огненный шлейф. И Вилли сказал, Дюк, сейчас тут будет жарко. Я видел в зеркалах огонь, потянул ручку управления на себя и самолет выровнялся. Я подумал, господи, не допусти, чтобы с нами такое случилось. Я в тот раз выложился по полной и через некоторое время самолет перевернулся носом вниз. Я этого не хотел. Я тянул самолет 45 километров, пока хвост наконец не отвалился и мы не стали просто падать. К счастью, радио было выключено, иначе мы бы слышали, как нас матерят. Нам кричали, чтобы мы катапультировались, что самолет сейчас упадет на берег, чтобы мы прыгали. Я всю запись целиком не слышал и слава богу. И, наконец, они пересекли линию берега. Самолет завалился на спину и мы оказались вверх ногами, а парашют под нами. Дюк кричал, Вилли, прыгай, прыгай. Рычаг катапульта был внизу, до него было трудно дотянуться. Я ухватил его двумя пальцами, а нас всегда учили, что нужно убирать руки при катапультировании, иначе их оторвет. Я практически в узел завязался. Я потянул ручку и вдруг полетел в одном направлении, а Дюк в другом. В тот момент, когда они катапультировались, Шоу Тайм-100 рухнул в воду. Их быстро подобрали. Сбив пять самолетов, Каннингем и Дрискл стали первыми американскими асами Вьетнамской войны. На счету их эскадрильи, которая называлась «Летящие соколы», было больше всего побед во Вьетнаме. Благодаря таким людям, как Каннингем и Дрискл, американцы обрели преимущество во Вьетнамской войне, вынудив вьетнамский ВВС перейти к обороне. После Вьетнама Каннингем служил инструктором в школе Топ-Ган и готовил новых пилотов-истребителей. Он вышел в отставку в 1987 году. Дрискл вышел в отставку в 1988, но в 1990 его снова попросили послужить в МФ в качестве лектора в школе Топ-Ган. Для этого и нужны такие школы, как Топ-Ган и школа по подготовке пилотов ВВС. Там наши пилоты осваивают навыки, которые пригодятся им в бою. Фантом был принят на вооружение в 1973 году, а затем его сменил F-14 Томкат. Американцы усвоили уроки Вьетнама, и Томкат был вооружен пушкой. Это быстрый и маневренный истребитель, такой же, как более поздние версии F-15, F-16 и F-18 Hornet. F-18 способен, например, спокойно выдерживать перегрузки в 7,5G. А в F-4 в наше время можно было летать при перегрузках от 2 до 2,5, так что между этими двумя самолетами большая разница. Технологии изменились, но суть осталась та же. Если есть ракеты, то можно выпустить, если нет, можно полетать, как летал Рикенбекер, и сделать всю работу своими руками, самому подстрелить врага из пулемета. Современные истребители вооружены 20-ти миллиметровой пушкой с вращающимся блоком стволов вулкан. Эта пушка очень далеко ушла от пулемета Викерс, выпускавшего 600 пуль в минуту, из которого Эдди Рикенбекер мог попасть во врага с расстояния всего в 100 метров. В будущем такие истребители, как F-22 Raptor будут совмещать большую маневренность с огромной скоростью и технологиями стелс, которые позволят подобраться к врагу невидимыми. Воздушный бой один из самых напряженных моментов войны. Очень часто, только считанные секунды отделяют тебя от смерти. меня часто спрашивают, что значит быть с пилотом-истребителем. Когда такой пилот видит врага, он атакует его и убивает. Все остальное лишнее. Так говорил барон фон Рихтхофен в 1916 году. Если ты промедлишь, растеряешься, не сразу вспомнишь и применишь все, чему тебя учили, все процедуры, все техники, ты умрешь и очень быстро. Со времен Первой мировой войны произошел огромный прогресс. СПА-13 развивал скорость в 200 километров в час, а Ф-18 в 2250. Имея возможность дозаправки в воздухе, современный истребитель может улететь куда угодно. Ракеты и радары дальнего радиосодействия сделали его возможности безграничными. Но полагаться на одни лишь технологии нельзя. Радары выходят из строя, пилоты ошибаются, ракеты ломаются. Все, что угодно может случиться. Тебе кажется, что ты можешь уничтожить врага с огромного расстояния, а оказывается, что это не так. Осталось мало пилотов-истребителей и среди них совсем мало асов. Я подбил свой пятый самолет и официально стал асом. Я помню, что чувствовал, когда пытался дотянуть до берега. Я молился, Господи, не забирай меня сейчас, когда я совершил так много плохого. Дай мне вернуться домой. Дай вернуться домой и рассказать всем, что я подбил пять самолетов и стал асом. Манфорд фон Рихткоффен убил восемь врагов. Томас Магуайр из ВВС США 38, Отто Киттл 267. Все эти асы достигли успеха, потому что применяли грамотную тактику, используя слабые стороны врагов. Пилоты вступали в бой и побеждали своих врагов, но следует помнить, что у них у всех было кое-что общее. Всем им доводилось убивать людей в воздушном бою. Они не прятались ни за чьей спиной, они вырабатывали собственные рекомендации и собственные техники. Если побежишь, то проиграешь бой, и, возможно, погибнешь сам и погубишь других. В чем разница между великим пилотом-истребителем и просто хорошим пилотом? У первого есть боевой дух. Он хочет победить. Он просыпается с ощущением, что нужно победить. Эксперты уже не раз предсказывали исчезновение воздушного боя. И всегда преждевременно. Я не могу себе представить, что когда-нибудь в нашей стране будут не нужны храбрые, дерзкие пилоты-истребители, чтобы сделать то, чего никто, кроме них, не сможет сделать. Если пилот хорошо обучен, агрессивен, и у него есть воля к победе, он пройдет главное испытание в своей жизни. Воздушный бой. Фильм озвучен компанией Видеопродакшн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok